Здравствуйте! Это «Время новостей» в студии Ассальту Легенова. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Выслушал лично. Алексей Копайгородский встретился с жителями микрорайона Чкаловский. Какие вопросы они ему задавали? Вошел в топ. Сочи попал в число городов с самой высокой посуточной арендой. Сколько стоит снять номер? Гулял с ружьем, но не охотился. Инспекторы нацпарка задержали в ночном лесу мужчину с оружием. Чем закончилась встреча? В 2024 году почти 60 сочинских дорог отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На нескольких участках работы уже идут полным ходом. Сделать предстоит немало. Всего в Сочи по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют заменить 39 километров дорожного полотна. Это на 4 километра больше, чем в 2023 году. В этом году охватываем не только центральные части города, а также уделяем внимание сельским территориям и отдаленным поселкам. В рамках данного ремонта будет заменено изношенный верхний слой дорожного покрытия, устроены просадки, полностью обновлено все обустройство, нанесена разметка с термопластикой и установлены новые знаки. Почти треть от запланированного объема работ около 11,5 километров будет проводиться в Адлерском районе. На некоторых участках дорожники уже работают. Один из них на улице Миндальны посетил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Глава города отметил, что необходимо все делать быстро, чтобы минимизировать неудобства для местных жителей. Также в Адлерском районе строят и немало социальных объектов. В частности, в селе Веселом, где проживает около 6 тысяч человек, в ближайшее время закончат строительство современной спортивной площадки. Новый объект включает в себя поле для игровых видов спорта и зону для силовых тренировок. Новую площадку строят в рамках проекта инициативного бюджетирования. Для остальных жителей тоже пример. Видите, вроде бы для одних глубинка, а на самом деле здесь большое количество людей проживает. Поэтому такая программа будет продлена. И при помощи нашего президента в каждом уголке нашего города все вопросы будут решаться на самом высоком уровне. Местные жители помогали строительству. Так они своими силами разровняли основания для будущей площадки. И результатами работы они более чем довольны и уверены, что новая площадка будет популярна не только у подростков. Уже полно здесь, чем заниматься можно. Даже мы, старики, будем ходить, заниматься. Даже для зрителей, для родителей здесь дел. Ну, пожалуйста, есть специальные места. Можно даже какие-то соревнования проводить. Это даже очень здорово. Я думаю, что сейчас, если улица уже пойдет, будут все знать. И я думаю, что будет отлично приходить и пользоваться этой красотой. Добавлю, что новая площадка привлекает внимание и юных, и взрослых жителей села уже сейчас. Несмотря на то, что окончательно работы еще не завершены. В Адлерском районе в 2024 году благоустроят десятки общественных пространств. Об этом на встрече с жителями микрорайона Чкаловский рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. В общей сложности только в первом квартале 2024 года в районе планируют благоустроить 25 общественных территорий. Это детские сады, спортивные площадки, парки и скверы. Там установят новую парковую мебель и малые архитектурные формы. Среди них и благоустройство улиц микрорайона Чкаловский. Вопросы, которые жители задавали мэру, касались самых разных сфер. В частности, их интересовал ремонт дорог. В 2024 году его продолжат. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланированы ремонты от улицы Чкалова до улицы Просвещения. Также одним из наиболее волнующих вопросов было развитие системы водоотведения в микрорайоне, где на ситуацию влияют самовольные врезки. Сегодня при поддержке нашего президента формируется проект по ливневой канализационной системе нашего города, чтобы в ливневке была только дождь, только вода, которая идет от природы. То есть все врезки, которые сегодня есть по всему городу, они будут вырезаться и вставляться в канализацию, которую делает сегодня подразделение водоканала. Работа в этом направлении уже ведется. Так, в том же микрорайоне Чкаловский на улицах Олейной и Просвещения уже устранили ряд проблем с незаконными стоками. Ну а на улице Ленина прочистили ливневки. Также особое внимание уделяется развитию пляжных территорий в микрорайоне. Помимо их расширения, там планируют и благоустроят территорию. У нас, в принципе, вот сейчас по пляжным территориям такой вопрос сложный, потому что пляжи застроили, штурмом смыло, сейчас, скажем так, будут приводить в порядок пляжи, то есть их расширять. По мнению жителей, встреча с главой города прошла продуктивно. Если человек хочет задать вопрос, то это самое удачное подходящее место для того, чтобы спросить и услышать прямой ответ. Мы пришли, сказали, вы увидали, положили, так сказать, на рабочий стол, значит, надо сделать. Только так, а как глава власти, как будут знать о проблемах внизу, если не будет таких встреч? Все обращения жителей микрорайона, прозвучавшие во время встречи, были приняты в работу и взяты на контроль. Сочи вошел в топ российских городов с высоким ростом посуточной аренды. По данным одного из сервисов онлайн-бронирования, посуточная аренда жилья за 2023 год в среднем по России подорожала на 9%, до 3800 рублей за сутки. По итогам 2023 года возглавил пятерку городов по стоимости посуточной аренды жилья Сочи, где средняя ставка составляет 4482 рубля за сутки. Далее следуют Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Замыкает пятерку Казань. Там цена посуточной аренды 3977 рублей. При этом в среднем по России стоимость посуточной аренды за год выросла на 9%, до 3764 рублей за сутки. Сильнее всего за год средняя арендная ставка выросла в Екатеринбурге на 18%. В Краснодаре и Адлере прирост составил одинаково – 12%, в Калининграде – 11%, в Казани – 10%, а в Сочи цена выросла за 12 месяцев на 9%. Сочинские школьники и их наставники продолжают ставить рекорды. В прошлом году 191 выпускник награжден медалью за особые успехи в учении. 25 старшеклассников сдали ЕГЭ на 100 баллов. И об итогах работы отрасли за прошедший период доложила главе Сочи Алексею Копогородскому начальник управления по образованию и науке Ольга Медведева. В 2023-м стало вдвое больше школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, чем в 2022 году. А по 10 предметам, выбранным старшеклассниками, выпускники показали оценки выше среднекраевых. Сегодня в сочинских школах учатся почти 80 тысяч юных горожан. И больше половины из них занимаются в учреждениях дополнительного образования. А детские сады посещают свыше 22,5 тысяч детей. В отрасли образования курорта трудится более 6 тысяч педагогов. 400 участвовало в конкурсах, 19 человек стали победителями-призерами федеральных конкурсов, а 70 – краевых конкурсов. У нас в городе работают, мы этим гордимся, в этом году, по версии 2023 года, лучший молодой педагог, лучший молодой учитель, лучший молодой воспитатель и лучший классный руководитель в крае. Вот мы победители в этих конкурсах. Бюджет отрасли в 2023-м составил почти 9 миллионов рублей. На эти деньги строились новые школы и детские сады. Возводились дополнительные блоки в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Это позволило, например, на 20% уменьшить очередь детские сады и сократить количество школьников, обучавшихся во вторую смену. В городе разработан комплекс мер по поддержке педагогов. Введен льготный проезд в общественном транспорте. 13 учителей получили служебные квартиры. Строятся и новые социальные дома. А с января на 30% увеличили компенсацию учителям на аренду жилья. Главная цель, естественно, повысить уровень учителя, педагога, наставника. Создать условия, которые повысит возможность работы учителей с детьми. Даст возможность, чтобы действительно каждый педагог, учитель лично занимался каждым учеником. Также в 2023-м с 50 до 100 тысяч рублей увеличена премия тем педагогам, которые подготовили выпускников-стобальников. Ее уже получили 19 учителей. Еще 30 педагогов-победителей профессиональных конкурсов получили выплаты от 15 до 70 тысяч рублей. На статью безопасности в образовательных учреждениях из бюджета 2023 года было выделено почти 45,5 миллионов рублей. На эти деньги 77 учреждений оснастили системой громкой связи. Там, где это было необходимо, установили дополнительные системы видеонаблюдения. 22 объекта получили новые системы контроля и управления доступом. Сегодня в 37 школах курорта детей возят на занятия и обратно, разумеется, бесплатно. Этой услугой пользуются более 5000 учащихся, проживающих в сельской местности. Школьный автопарк пополнился тремя новыми автобусами. И теперь их 85. Кроме того, у всех школьников есть возможность приобретать проездные карты с 50-процентной скидкой. Горячим питанием обеспечены все учащиеся начальных классов. Гулял по ночному лесу с ружьем, но не охотился. Госинспекторы Сочинского национального парка задержали местного жителя с оружием в руках. Что делал столь поздний час один в лесном массиве задержанный не рассказывает, но предположения у госинспекторов имеются. Мужчина с огнестрельным оружием обнаружен во время ночного патрулирования территорий Головинского участкового лесничества. Инспекторы остановили машину, в которой было обнаружено ружье и боеприпасы. На вопросы госинспекторов нацпарка мужчина отвечать отказался. Однако, по словам сотрудников природоохраны территорий, вполне возможно, что целью нахождения была охота на дичь. Задержанный был доставлен в отдел полиции Лазаревского района. Оружие и самозарядные патроны к нему изъяты. Санкции в отношении нарушителя будут приниматься в ближайшее время. В Сочи пьяный водитель пытался убежать от инспекторов ДПС. Ранним утром 25 января на улице Туапсинска в Центральном районе инспекторы ДПС заметили автомобиль «Каршеринг». Манера управления вызвала у полицейских сомнения в трезвости водителя. На требования об остановке молодой человек отреагировал спокойно, но когда ему предложили пройти освидетельствование, он решил убежать. Через несколько минут его задержали, а машину эвакуировали на штрафстоянку. Это время новостей Сочи. Вот что дальше будет в нашей программе. 35 миллиардов рублей доходов. В Сочи подвели итоги работы финансово-экономического блока. На какие нужды распределят прибыль? 70 лет не старость. Волковки-пенсионеры состязались в веселых стартах. Удалось ли корреспонденту Сочи-24 обыграть их городки? Умка вырос. Сочинцам показали полугодовалого леопарда, которому родители заменили люди. Сможет ли он жить в дикой природе? После небольшой рекламы мы вернемся к новостям. Оставайтесь с нами. Профессиональная диагностика и лечение женских проблем. Клиника УРАПРО. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на «Макс ФМ». Время новостей в эфире в студии Асальту Легенова. И мы продолжаем. Доходы Сочи в 2023 году составили порядка 35 миллиардов рублей. Такую цифру озвучили главе города Алексею Капайгородскому в финансово-экономическом блоке мэрии курорта. Эта сумма сформировалась из собственных доходов города и финансовой поддержки краевого бюджета. Общий рост доходной части составил 134%. Это дало возможность направить дополнительно почти 9 миллиардов рублей на решение социальных вопросов. Ещё около 3 миллиардов на сферу ЖКХ. На 2 миллиарда рублей увеличены расходы на ремонт дорог и повышение качества обслуживания на транспорте. На социальный блок 4 миллиарда рублей. Экономический рост показал общий оборот предприятий и организации курорта. Он составил свыше 350 миллиардов рублей. Сейчас на курорте реализуется ряд мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Объём финансирования этой муниципальной программы был увеличен с 6 миллионов 700 тысяч до 9 миллионов 300 тысяч рублей. Сегодня в Сочи работают свыше 36 тысяч представителей этого сектора экономики. Здесь даже зафиксирован рекордный прирост количества предпринимателей. Стало больше и самозанятых сочинцев. Отметив грамотное управление и распределение финансовых потоков в Сочи, мэр также заметил, что необходимо и дальше также эффективно развивать экономику курорта. Мы понимаем, что у нас поручения от жителей не уменьшаются. Мы понимаем, что развитие города нужно заниматься. Поэтому основная главная задача – это повышать финансово-экономическую устойчивость города, создавать условия, где можно ещё заработать, какие у нас неохваченные сектора экономические. Продуктовая корзина должна расширяться. То есть всё, что можно выращивать на сочинской земле, должно выращиваться. Надо отметить, что специалисты уже разработали стратегию социального и экономического развития Сочи до 2035 года. Её реализация позволит увеличить в три раза объёмы собственного производства и исполнения услуг. А налоговые и неналоговые доходы городского бюджета увеличатся в два с половиной раза. Кстати, уже сейчас в Сочи появились десятки различных мер социальной поддержки населения. Также на курорте реализуется муниципальный проект «Бережливый Сочи». Из 28 участников проекта, 23 – это учреждения социальной сферы. На курорте также реализуется нацпроект «Производительность труда». В нём участвуют 13 предприятий базовых отраслей экономики Сочи. Принципы бережливого и эффективного управления внедряются в санаторно-курортные отрасли и администрации. Президентские гранты на развитие своих проектов получили сочинские библиотеки. Книжные фонды пополнили тысячи новых экземпляров книг. Создадут в библиотеках и новый арт-пространство. Средства на это направят из городского бюджета. Музеи и концертные залы города тоже ждут преобразования. В 2023 году на грантовые конкурсы федерального уровня от отрасли было подано 16 заявок. Победителями президентских грантов стали три из них. Средства на реализацию двух проектов получила Централизованная библиотечная система города Сочи, а ещё Центр русской культуры в Лазаревском. О развитии отрасли на курорте в целом мэру Алексею Копайгородскому рассказала начальник управления культуры Марьяна Устинова. Именно на местную составляющую предложил делать акцент глава города. Сегодня есть возможность в городе создать свои мероприятия, свои премии, свои какие-то соревновательные мероприятия, позволяющие выявлять лучшие концертные объединения, лучшие художественные объединения, всё, что касается личных критериев, лучший певец, вокалист, лучший художник, лучший пианист. В детских школах искусств сейчас обучается более 7 тысяч человек. В прошедшем году почти 2,5 тысячи их воспитанников стали лауреатами фестивалей и конкурсов разных уровней. По федеральному проекту «Творческие люди» 80 работников отрасли культуры прошли повышение квалификации. Также в сочинских музеях проводят модернизацию. Они становятся современнее и комфортнее. За год в музеях города провели 680 мероприятий. Театры и концертные залы также востребованы не только у гостей, но и у жителей Сочи. В рамках развития партнерских связей только на сцене зимнего театра в прошлом году прошли гастроли 15 государственных театров страны. Визитная карточка курорта, концертный зал фестивальный в летний период посетили более 90 тысяч зрителей. Кстати, там проведена модернизация. Обновили систему видеонаблюдения, провели замену архитектурной подсветки и реконструкцию всей прилегающей территории. Продолжает действовать и проект «Пушкинская карта». Он остается популярным среди молодых сочинцев. Напомню, за счет выделенных федеральным бюджетом средств по ней можно посещать театры и кинотеатры, музеи и выставочные залы. К проекту присоединились более 20 учреждений культуры и курорта. В прошлом году по этой программе проведено почти 930 мероприятий. Их посетили более 10,5 тысяч молодых сочинцев. В рамках городского проекта «Сочинское долголетие» в Доме культуры поселка Волковка провели спортивные соревнования. Участниками стали люди серебряного возраста. Спортсмены боролись за высокие результаты в четырех видах и четырех возрастных группах, одна из которых – мужчины и женщины старше 80 лет. О том, как прошли состязания, расскажет Валерия Асачи. День спорта начался с легкой разминки в сопровождении музыки, напоминающей участникам о годах их молодости. Первый вид, в котором спортсмены опробовали свои силы – старинная русская народная игра «Городки». Это дисциплина на самый меткий и дальний бросок. Такую игру многие видели в мультфильме «Ну погоди», а сегодня стать ее участником мог каждый желающий. Соревнования проводятся в соответствии с городишным видом спорта. Участник находится на расстоянии 6 метров и совершает свой бросок. Необходимо битой выбить рюху, которая находится в городе. Круг диаметром 1 метр. Совершить самый дальний меткий бросок решила и Татьяна Борисовна. В свои школьные годы она занималась спортивной гимнастикой и нередко участвовала в веселых стартах. Сейчас Татьяне Борисовне 73 года. И она не теряет спортивного духа и азарта. В последнее время я только чисто сама дома занимаюсь, зарядкой занимаюсь. Там у меня есть сеть массажных оборудований. Занимаюсь этим. И вот узнала о группе здоровья. Пришла сюда, правда, ездила недавно, но мне нравится. Еще один вид, включенный в программу соревнований – дартс. Каждому игроку давалось три серии по три броска. Результат определялся по сумме очков, набранных в итоге всех точных попаданий в мишень. Спорт в этот день объединил не только местных жителей, но и гостей города Сочи. Лидия Ивановна, приехавшая из Красноярска, решила проверить свою меткость и поучаствовала в соревнованиях. Спорт играет не только в моей жизни роль, а вообще во всей жизни любого человека. В моей – это тоже очень большое значение, потому что я живу в городе Красноярске, и там я уже больше десяти лет посещаю группу здоровья. Так же, как здесь, вот есть группа «Цигун». Я ее быстренько здесь нашла, хотя я приехала сюда всего на два месяца. Кроме этого, спортсмены серебряного возраста потренировали память, запоминая композиции шахматных фигур на доске в течение 20 секунд. Затем каждому предстояло восстановить за одну минуту расположение пешек, коней и ладьи. Еще одно испытание, с которым предстояло справиться участникам – рыбалка. В продолжение одной минуты было необходимо, держа бамбуковую удочку с грузилом на конце лески, попасть им в горлышко бутылки. Тот, кто выполнил задание за 20 секунд, получил 3 балла, за 40 секунд – 2 балла и за 60 секунд – 1 балл. По итогам соревнований победители и призеры были награждены медалями и грамотами соответствующих степеней. Но самое главное, как отметили участники веселых стартов, это настрой и бодрость духа, которые, как уверены пенсионеры, сегодня добавили им несколько лет жизни. Валерий Асачи, Дмитрий Говорков, Время новостей. Сочинцам показали полугодовалого леопарда Умку. Ранее от него отказалась мать, и его вырастили люди. В свои шесть месяцев котенок весит 20 килограммов. В его рацион помимо мяса вводятся мелкие кормовые животные – перепелки, фазаны, кролики и нутрий, которых он добывает самостоятельно и успешно с этим справляется. Несмотря на свой юный возраст и отсутствие страха перед человеком, это дикий зверь, поэтому заходить к нему в вольер становится все сложнее, делятся сотрудники центра. Напомню, Умка не будет выпущен в природу, но примет участие в программе реинтродукции. Перед специалистами стоит задача из малыша вырастить и физически, и психологически здорового леопарда. Возьми звезду Ионзор Пруидзе подарили автогородок детям школы-интерната номер два. Теперь ребята могут изучать безопасность дорожного движения в игровой форме. Знаки, перекрестки и светофоры словно настоящие, и для воспитанников школы-интерната это стало огромной радостью. Красный соль, желтый жди, а зеленый проходи! Эту речевку ребята заучили наизусть, ведь теперь у них есть свой автогородок. Воспитанникам школы-интерната номер два очень важно социализироваться, быть внимательными на дорогах, изучать правила дорожного движения, чтобы обезопасить себя. Помог в этом благотворительный проект Анзора Пруидзе и компании Возьми звезду. С этой школой у нас существует давнейшая связь уже на протяжении более восьми лет. Автогородок, возникла такая потребность, которую мы решили закрыть благодаря нашему другу, меценату Анзору Зубеевичу Пруидзе. Мы решили подарить автогородок школе-интернат номер два, потому что данная опция позволяет социализировать детей. Автогородок – это уже не первый реализованный проект компании Возьми звезду и Анзора Пруидзе. Ранее были проведены различные форумы и совершены традиционные поездки. В этот раз было решено подарить ребятам возможность не только получать удовольствие, но и параллельно образовываться и приобретать необходимые знания. По полоскам черно-белым пешеход шагает смело. Кто из вас, ребята, знает, знак о чем предупреждает. Насколько важен для воспитанников школы-интерната номер два такой подарок, рассказала директор учреждения. Мы безмерно благодарны директору компании Возьми звезду Кравченко Максиму и Анзору Зубеевичу Пруидзе за вот такой вот изумительный подарок. Эту масштабную, объемную имитацию перекрестков, светофоров. То есть то, что мы раньше делали либо на улице, либо выходили, либо рисовали сами. Теперь у нас есть возможность сделать это вот в таком масштабе. После того, как воспитанники узнали, как должны двигаться машины и пешеходы, и как правильно переходить дорогу, для ребят накрыли сладкий стол. Тех, кто усердно поработал, ждали заслуженные награды – вкусные торты из кондитерской ваниль, которому очень обрадовались дети. Благодаря компании Возьми звезду и меценату Анзору Пруидзе, ребята могут каждый день интересно проводить время. Ведь изучение правил дорожного движения теперь стало для каждого из них увлекательным занятием. Дарья Коржечковская, Валерия Асачча, Дмитрий Петрий. Время новостей. На этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале Сочи 24 ТВ и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp. Номер на вашем экране. Информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. В Колумбии, недалеко от столицы Богаты, полыхают лесные пожары. Президент Густаво Петро объявил их стихийным бедствием, чтобы активизировать всю необходимую помощь. Мы объявили стихийное бедствие. Начнёт прибывать международная помощь и увидите разницу. Мы видели, как огонь приближался к нашим домам. Я спустился сюда, потому что от дыма было тяжело. У меня болела голова, было сложно дышать и видеть. Много людей пытаются помочь сдержать пожар. Много наших соседей. В Колумбии сейчас лето. И за последний месяц здесь фиксировали около восьми новых пожаров в день. В целом их было 204. 25 продолжают гореть. «Это очень близко к городу Немакон. И если нам не помогут, пожары легко доберутся до него. Очень тревожно. Важно, чтобы власти прислали нам в помощь пожарный вертолёт». «Это печально. Просто проявите немного осознанности. Посмотрите, сколько пожаров, погибших животных, уничтоженной растительности, на восстановление которой удают годы или даже века. Речь идёт об осознанности. Не разжигайте пожары, не оставляйте костры горящими, не бросайте окурки». Сейчас угроза пожаров объявлена примерно в 950 колумбийских городах. Причём в половине из них угроза повышенная. Колумбия – одна из стран с самым большим биоразнообразием. В этом году лето здесь ещё более засушливое и жаркое, чем обычно из-за влияния природного феномена Эль-Нинья. В четверг в американском штате Алабама впервые применили новый метод смертной казни. Осуждённого убийцу Кеннета Смита задушили газообразным азотом. Штат продвигает это как более простую альтернативу смертельным инъекциям. Смит, осуждённый за заказное убийство в 1988 году, был редким заключённым, пережившим одну попытку казни. В ноябре 2022 года официальные лица Алабамы прервали его казнь с помощью смертельной инъекции после нескольких часов попыток ввести иглу в вену. Во время второго и последнего визита Смита в смертную камеру палачи надели ему на лицо маску, в которой был прикреплён баллон с чистым азотом. Он и лишил его кислорода. Казнь началась в 19.53, а мёртвым Смита объявили в 20.25. Смит, по-видимому, оставался в сознании в течение нескольких минут после того, как начал поступать азот. Об этом сообщили пять журналистов, которым разрешили наблюдать за казнью через стекло. Затем несколько минут у Смита продолжались судороги. После этого было видно, как он глубоко дышал, прежде чем его дыхание замедлилось и стало незаметным. Ранее чиновники Алабамы говорили, что по их ожиданиям Смит потеряет сознание менее чем за минуту и вскоре умрёт. Перед казнью Кеннет Смит сделал заявление, которое начиналось так. Сегодня вечером Алабама заставила человечество сделать шаг назад. Присутствовали его жена и другие родственники, а также родственники его жертвы. «Сегодня здесь не произошло ничего, что могло бы вернуть маму. Ничего. Это какой-то горько-сладкий день. Мы не собираемся прыгать от радости. Но мы рады, что этот день закончился». Смита приговорили к смерти за убийство Элизабет Сеннет, который он совершил вместе с Джоном Паркером. Их нанял муж женщины, заплатив каждому киллеру по тысяче долларов, поскольку он погряз в долгах и хотел получить страховку после смерти жены. Перед казнью представитель ООН по правам человека заявила, что непроверенный способ убийства заключенного можно приравнять к пыткам. Кроме того, Американская ассоциация ветеринаров заявила, что азотную гипоксию не следует применять, поскольку она вызывает страдания у крупных млекопитающих. 20 детей и подростков получили оружие и пополнили отряд самообороны в деревне Аяу-Альтемпо в мексиканском штате Геррера. Такие отряды в Мексике называют добровольной полицией. Люди формируют их, чтобы защититься от наркокартелей. Официальные правоохранители с организованной преступностью пока не справляются. «Дети постарше в возрасте 14, 13 и 12 лет уже умеют пользоваться оружием. Они прошли обучение в местной полиции. Мы сообщили об этом правительству. Мы действуем легально, пока ждём, когда правительство само выполнит свою работу. Мы надеемся, что оно это сделает, поскольку все уже устали от такой ситуации». Набрать детей в отряд решили после похищения целой семьи. 19 января муж, жена и двое взрослых сыновей пасли с под и пропали. Местные жители уверены, что их похитила банда Лос-Ордильяс. Наркокартели превращают похищенных людей в рабов, заставляя их собирать семена мака. Полиция семью так и не нашла. Кроме того, в начале января в штате Геррера примерно 30 человек погибли в результате атаки дрона. Правозащитная организация считает, что это тоже дело рук членов наркокартеля. Геррера – один из беднейших штатов Мексики. По данным местных СМИ, он стал крупным центром производства героина. Действующие на его территории банды наркоторговцев постоянно воюют между собой. Носороги Наджин и Фату – последние представительницы подвида «Северный белый носорог». Сегодня они находятся под защитой Национального заповедника Кении. Однако спасти свой вид уже не смогут, поскольку слишком старые и больны, чтобы выносить детёнышей. Последний самец подвида умер в 2018 году, но у учёных всё же есть надежда. Они говорят, что недавняя попытка спасти этих животных с помощью искусственного оплодотворения показала обнадёживающие результаты, хоть и не увенчалась успехом. Они прибегли к ЭКО, использовав замороженные яйцеклетки и сперматозоиды, взятые у подвида. Из них сначала вырастили эмбрион в пробирке, затем его вживили суррогатной матери, которой стала самка южного белого носорога. Но, будучи беременной 70 дней, она умерла от бактериальной инфекции. Учёные говорят, что плод развивался хорошо и что инфекция не была связана с беременностью. «Теперь у нас есть чёткое доказательство того, что эмбрион, который замораживают, размораживают и производят в пробирке, может дать новую жизнь. И это то, чего мы хотим для северного белого носорога». Процедуру ЭКО провели 24 сентября 2023 года. Самка умерла, когда плод носорога был в длину уже 6,4 сантиметра. При этом учёные не знали, как протекает беременность, пока не обследовали труп животного. После этого они отправили всех возможных суррогатных матерей на карантин, а также стали делать им прививки. Несмотря на то, что детёныша выносит самка южного белого носорога, он будет чистокровным представителем северного подвида. При этом его постараются как можно скорее переместить к двум оставшимся самкам, поскольку южные и северные носороги ведут себя по-разному. «Детёныша выкормит самка южного белого носорога. Но мы планируем, чтобы большую часть времени он проводил с северным белым носорогом, потому что ему будет необходимо выживать в ландшафте Центральной Африки. Южный белый носорог живёт в саванне, которая представляет собой совершенно другую среду обитания, чем та, в которой живут северные белые носороги». Редактор субтитров А.Сёмкин Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Телеканал «Сочи-24» приглашает провести вечер за просмотром романтического кинофильма «Фабрика грёз». На что ты готов ради любви? Как быть, если все обстоятельства работают против тебя и шансов вернуть свою возлюбленную нет? Найти ответы на эти непростые жизненные вопросы придётся главному герою фильма. Простому парню Эмилю, возлюбленному во французскую танцовщицу по имени Милу, придётся придумать и реализовать фантастический план. Я придумал, как мне снова встретиться с Милу. Ты хочешь снимать фильм? Да. Ты же никогда этого раньше не делал. Ты же массовщик. Это самое безумное, идиотское и самое прекрасное, что я слышала в жизни. Он возможен только на «Фабрике грёз» – киностудии, где Эмиль снимет кино, в котором сыграет Милу. Что поможет героям справиться со всеми трудностями, вы узнаете, посмотрев фильм «Фабрика грёз» на телеканале «Сочи-24» в субботу, 27 января, начало в 21.00. Приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok